рецепт ленивого медовика без раскатки коржей готовится он за 30 минут и для этого рецепта миксер вам не понадобится вообще не для теста не для крема все готовится вручную и занимает очень мало времени поэтому если вы мечтаете о вкусном медовике сохраняйте рецепт пробуйте приготовить как обычно для вашего удобства я разделила видео на несколько частей просто листаете смотрите как приготовить медовый корж как приготовить крем и как собрать тортик и кстати говоря он получается невероятно нежным пропитанным специально разломал его вилочкой чтобы вам показать на видео готовим медовые коржи жаропрочную кастрюльку добавляем сливочное масло сахарный песок и мед на медленном огне непрерывно размешивая доводим до однородной консистенции затем мы дожидаемся кипение и добавляем соду после этого постоянно помешивая готовим еще секунд 20-25 перекладываем стеклянную миску даем остыть масса темнеет когда остывает затем добавляем соль и яйца и взбиваем венчиком затем добавляем муку и замешиваем тесто оно получается вот такое жиденькое тесто я разделила на две части распределяем его тонкой и стараемся сделать красивую прямоугольную форму коржи выпекаются очень быстро следите за цветом чтобы они у вас не потемнели в этой части покажу как я разделила коржи получается что каждый корж я разделила пополам сложила их друг с дружкой и разделила еще раз пополам можно сделать более прямоугольный но мне нравится именно высокий вариант поэтому так с кремом я решила провести эксперимент и всего лишь смешать два ингредиента это маскарпоне и сгущенка чем плотнее хотите получить крем тем меньше сгущенки добавляете продукты доставим из холодильника заранее чтобы они смягчились крем получается очень вкусный и миксер не нужен сборка этого тортика занимает тоже минимум время в итоге из данного количества теста у меня получилось два пласта каждый пласт я разделил на четыре части потому что я очень люблю именно высокие многослойные медовики если вы любите более плоский но длинный можно разделить просто каждый пласт на две части таким образом получите четырехслойный медовик края которые я отрезала с боков просто перемолола в блендере в крошку украшаем по нашему желанию даем ему немного пропитаться и получаем вот такой вот очень очень нежный вкусный тортик по итогу в описании к рецепту я дам еще один вариант крема тоже очень простого и очень очень вкусного чтобы вы смогли выбрать из тех продуктов которые у вас есть специально разломала один кусочек чтобы увидели на видео какой же он получается мягенький и пропитанный надеюсь что вам понравился этот рецепт буду как обычно ждать ваши оценки в комментариях и пишите какой еще ленивый тортик нам с вами приготовить обязательно возьму на заметку и сниму новый рецепт